Здравствуйте, дорогие друзья! Такой вопрос, можно ли в 50 лет выглядеть лучше, чем в 20? Давайте так, нравится себе больше. Да, можно, нужно, и к этому стоит стремиться. Тем-то и отличается привлекательность в 50 от привлекательности в 20 тем, что она не рассчитана на мнение окружающих, она не вообще. Она про наши мироощущения. Мы-то ведь о себе все уже знаем. Сегодня секреты стиля для тех, кто хочет с каждым годом выглядеть лучше и взрослеть красиво. Весь фокус в точке внимания. На что направлено внимание, а вместе с ним энергия, усилия, то и растет. Если мы фокусируемся на морщинах, изменении тела, на отсутствии уверенности, вообще на возрастных каких-то изменениях, это и будет превалировать и расти. И не только внутренне возникают проблемы со здоровьем, с настроением, вообще с тонусом жизненным, но и внешне мы как раз этим лишаем наше тело и лицо привлекательности. И вот очень важно найти этот внутренний переключатель и изменить его положение. Да будет свет и осознанность. Что же очень важно переключить в возрасте 45-50 лет? Ну, например, сексапильной внешности на широкий кругозор, на чувство юмора, эмпатию, на талант общения, с гибкости тела на гибкость ума, я вообще считаю, что ум – это единственное, что делает женщину после 40-ка секси. Со скорости восприятия информации на гибкость восприятия и так далее, и так далее. Ну, не круто ли? Перенос акцента в стиле – то, чему стоит научиться как можно раньше. Любой портной модельер вам скажет, что идеальной фигуры не бывает. Это искусство камуфляжа и перенос акцента. Например, если вы акцентировали вашу тонкую талию, бюст, почему бы сегодня нам не посмотреть на вашу линию декольте, плеч, оттенок глаз и не сделать их главными акцентами в вашем образе? Уберем из гардероба тогда облегающие тугие силуэты, ремни. Вместо этого инвестируем в омолаживающие процедуры для зоны декольте. Возьмем урок по макияжу и сделаем оформление глаз просто вашим фирменным таким элементом. Это не будет макияж, к которому вы привыкли, легким, привычным движением руки. Все, как обычно, последние 30 лет. И это станет вашим главным акцентом и узнаваемой чертой стиля. Или, например, у вас есть лишний вес, причем неважно в какой зоне. А значит, ваша обувь, прическа и украшения должны быть не просто качественными, они должны быть изысканными, интересными, модными. Что это значит? Что одежда – это система такой разумной экономии, и 5-6 подходящих вам фасонов, и здесь мы особо не оригинальничаем. Ваши правильные оттенки, ваши правильные фасоны, правильные ткани. А вот стилист прически – это инвестиция. И стилист прически лучший из тех, кого вы можете себе позволить. Украшения. Да вы можете стать просто гуру в этой области, в новых направлениях. Сейчас довольно большой выбор недорогих украшений, современных, модных. Знаете, чтобы все о вас говорили, как она подбирает украшения. Просто никому это больше не дано. Обувь, натуральные материалы, комфорт, секси, мода. Давайте посмотрим несколько примеров известных персон. Вот смотрите, меня всегда поражала совершенно Барбара Стрейзен. Женщина с незаурядной внешностью, и особенно для времени, когда она взошла ее звезда, ты вообще была, ну, прямо скажем, не красавицей. Но посмотрите, как она может из своей внешности выжать все. Всегда был акцент зоны декольте, это ее очень сильная, такая привлекательная черта. И руки, руки неземного существа, невероятно женственные, очень красивые, необыкновенные. Кожа, ухоженная очень кожа и роскошные, совершенно блестящие волосы. Безусловно, это было ее украшением и акцентом на протяжении всей ее карьеры и остается до сих пор. Это ее фирменный знак, фирменный стиль. Или наша Алена Долецкая, которую очень люблю, и, безусловно, она образец для подражания. Что такое стиль? Вот во что бы ни была одета Алена, мы говорим вот сейчас, на данном этапе, это всегда классические лодочки, но не обычных цветов. Всегда акцент на тонкой щиколотке, и нога всегда оформлена изысканно, элегантно, модно. Ну и еще один пример из известных – Лайма Вайкули. И с некоторых пор она ушла от облегающих силуэтов, вообще каких-то таких, в основном она носит халаты, удлиненный какой-то вверх. Мы не видим ее силуэт. Что мы видим? Безупречный стиль прически, ухоженную кожу, макияж и акцент на невероятно красивой сексуальной линии губ, рта, великолепная улыбка, состояние вообще улыбки. Это главное, что мы сегодня видим в ее образе. Или вы, например, недовольны своими ногами. Очень допускаю, что после 45 нужно пересмотреть и удлинить и платье, и юбки, и, может быть, иногда спрятаться за брюками. Но пускай руки будут главным украшением вашей внешности, и вы начнете ими заниматься, как никогда раньше. Очень много есть и салонных процедур, есть специальные инъекции, есть маски, перчатки, домашние парафины и так далее, и так далее. Я вам какие-то рекомендации дам в описании. Коллекцию колец вы можете создать. Очень много недорогих марок, я вам тоже явки и пароли все сдам. Так что руки могут стать украшением одним из самых главных для вас. Или цвет. Пусть это будет 2-3 ваших лучших оттенка. Используйте их в одежде, особенно для верха, в аксессуарах, в украшениях, в макияже. На что не стоит обращать внимание после 45-50. Все, конечно, зависит от... Если ваш лучший друг – это клубная карта и массажист, может быть, вы можете позволить себе вообще все, что угодно. Но универсально – это следующие позиции. Это зона бедер, ягодиц, талии, плечевая зона руки и коленей. Все остальное очень-очень индивидуально. А значит, работает принцип. Как скрыть то, чем мы недовольны, что мы не хотим показывать окружающим. Нужно все эти зоны одевать в наши идеальные фасоны, в матовые, очень хорошо драпирующиеся ткани, не спадающие. И не делать в этих зонах никаких акцентов. Ни с помощью цвета, ни с помощью декора, ни с помощью ткани. Это все для окружающих должно быть совершенно незаметно. Значит, мы пользуемся двумя прекрасными принципами. Мы закрываем наши проблемные зоны в нейтральные оттенки, в правильные силуэты, элегантные ткани. При этом переносим акцент в зону наших неоспоримых достоинств. Вот и все. Вот и весь фокус внимания. Вот и все искусство камуфляжа. Я, конечно, люблю давать вам задания, чтобы наше общение все-таки было полезным для вас. Сегодня будет оно приятным. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя внимательно, оцените. Найдите самые привлекательные черты в лице, в фигуре. Будете затрудняться, спросите, в конце концов, у близких. Большинство женщин, наверное, 80% на консультациях с легкостью огласят список претензий к своей внешности и с трудом. Говорят о том, что им во внешности в своей нравится. Вот сегодня же меняем переключатель на новенький. И основываясь на сегодняшних рекомендациях, на том, о чем мы говорили, пересмотрите, составьте программу действий, посмотрите на эти зоны, которые вам нравятся, что нужно сделать. Может быть, составить какую-то программу ухода, как можно расставить по-новому акценты, акцентировать, может быть, коллекции украшений. В общем, пересмотрите, перетрясите и образ, и гардероб, и свой взгляд на себя. Дорогу осилит идущий. Не устаю это говорить. Подписывайтесь на мой канал. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо огромное за комментарии. Оставляйте их. Делитесь вашими успехами, что вызывает вопросы, затруднения. Я на связи. Так что увидимся в ближайшее время. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok